здравствуйте дорогие друзья уважаемые подписчики я очень рад новой встречи с вами и хочу с вами поделиться сегодня моментом когда я брался за эти вот фильмы вода ригена дарбаевой я думал что в этих трех роликах я смогу просто объяснить людям кто есть кто и что и что в нашем государстве и каждый поймет что сегодняшний старт предвыборной гонки на должность президента казахстана который сделала дарига назарбаева будет ну в моем понимании дай бог чтоб так и было фальстартом чтобы она тоже понимала что народ сегодня уже не тот которого можно было обманывать как говорил один из президентов соединенных штатов америки можно обманывать все время какую-то часть народа можно обманывать какое-то время весь народ но все время и весь народ обманывать нельзя сегодня 30 лет лжи которая лилась со всех средств массовой информации из уст президента экс-президента уже назарбаева и ближайшего окружения членов семьи она уже стала достоянием всех людей и оппозиционеры которые говорят всю правду которая происходила и происходит сегодня в казахстане и цели которые преследуются сегодня властью они стали достоянием народа и я почувствовал определенный ажиотаж по отношению к дариге со стороны моих подписчиков моих друзей и это вызвало определенный ажиотаж интерес я получаю много сегодня информации об этой личности дариге но сам факт что из многих городов населенных пунктов поступают такие сообщения в том числе из города темиртау что меня особенно удивило и поразило то что назван биологический отец его фамилия год рождения год смерти его имя и должности которые он занимал всемиртау и то что дарига назарбаева имеет не такой год рождения который сегодня официально указан в метриках дариге назарбаевой но саму даригу в этом обвинить невозможно поскольку она была ребенком а вот родители можно уже обвинить и сказать что это мошенники которые совершили в государственном значении мошенничество по отношению к дочери сары назарбаева и патчерицы султана назарбаева я думаю что тоже вносит свою лепту и свою окраску в этой ситуации и и конечно это не радужные красивые цвета это ужасные события которые происходят и люди сообщают что дарига назарбаев не является биологической дочерью султана назарбаева ее биологический отец такой такой то но мне предстоит еще огромная работа по проверке всех этих данных которые я получил из одного из другого из третьего источника и в дальнейшем когда я отработаю все эти вопросы я думаю что будет очень такой интересный ролик который откроет глаза на все события которые происходили в далеком 62 годах в городе тимиртау и последующие события которые произошли уже в алматы и дальнейшие все моменты которые связаны семьей дур султана назарбаева я вспоминаю когда в одном из порывов дарига назарбаева лично нам сказала вы не заблуждайтесь если вопрос коснется власти то наш папа не посмотрите на кого из нас уничтожит нас любого чтобы сохранить власть за собой как говорится теория без практики сухана сегодняшняя практика она трагическая когда рахат алиев заявил о своих претензиях на власть и сказал что он выставит свою кандидатуру на выборах 2012 году то естественно но султан назарбаев расправился с рахатом алиевым и что самое страшное я готовясь к этому выступлению сообщению с вами общению с вами поднял документы одно очень интересного субмедэксперта из германии который четко сказал что рахат алиев был задушен двумя людьми ему сильно сдавливали грудную клетку и в это время закрывали нос и рот и после этого когда он еще был теплым его повесили на крючок в этой камере австрийской тюрьмы хотя официальная версия перед о том что он совершил суицид и когда судмедэксперт из германии обнародовал свое заключение в австрии то он подвергся такой экзекуции что нет судмедэксперт из германии вынужден был уехать в германию и объявить о том что он прекращает судебно экспертную деятельность то есть как видим щупальцы на султана назарбаева через экс канцлера австрии сработали сделали свое грязное дело и как только ай султан назарбаев сделал соответствующее заявление что повлияло на авторитет семьи назарбаева и дальнейшее поставила под сомнение легитимность деятельности президента и членов его семьи в казахстане то естественно были приняты соответствующие меры но опять же судебно-медицинская экспертиза указала что это было просто напросто передозировка и он ушел из жизни вот таким то образом я думаю что вот в этой ситуации хотя нет я оставлю на следующий ролик тогда когда буду готовить все сообщения которые поступили мне по дороге назарбаевой из населенных пунктов республики казахстан и не только из республики казахстан и даже соединенных штатов америки я получил сообщение и все вместе я дам такой обобщенный ролик в котором будет сказано вся правда о семье экс-президента ныне главы совета безопасности республики казахстан поэтому следите за моими выпусками я постараюсь как можно быстрее разобраться и дать подробную информацию специально для вас дорогие друзья и подписчики не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал обязательно поделиться моими сообщениями чтобы как можно больше людей узнала правду и до новых встреч